И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа! С вами Олег Алавгудвин, великий популяризатор массажных технологий на всем русскоязычном пространстве интернета. И сегодня у нас тренинг, посвященный специальному мануальному массажу. Он подготовительный, этот массаж, подготавливает, раскачивает тело, сразу с воздействием на костно-связочный аппарат. В него включено много вибрационных техник, много растяжек, много тракций. И сейчас мы отобразим графически, как это выглядит, чтобы понимать последовательность. Начинаем любой массаж, как и в классике, с разогрева тела, с поглаживания, растирания. Сначала нанесли масло, потом растерли. Эти подробности я не буду, наверное, сейчас указывать или показать. Не надо, да? После того, как разогрели, а работаем мы по половинке нашего тела, или тела клиента, с этой полной стороны. Начинаем, соответственно, с зон. Первая зона – это там, где находится сердце. Вторая зона – это идет дальше от сердца. Следующая – еще дальше. В данном случае, 3 годица. Четвертая будет бедро. И так далее. Там 5, 6, 7. В каждой зоне мы сначала разогреваем это место, а потом нагоняем сюда кровь, лимфу и межклеточную жидкость из следующей зоны, из второй. Потом из третьей. Все движения идут, соответственно, массажные движения в каждой зоне в сторону сердца. Что касается шеи, головы, то, соответственно, здесь будут движения наоборот, вниз. Соответственно, начинаем с левой стороны первое наше движение, первое наше воздействие на организм. Ну, я нарисовал человек симметрично, чтобы не делить по половинкам, да, то есть у нас получается раз, два, половинка, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, ну, практически восемь, восемь рисунков. Далее делаем вибрацию. То есть после разогрева всей зоны, да, от ягодицы до шеи разогрели. Ну, давайте напишу первое. Разогрев. Второе. Это вибрации. Ну, первая вибрация, это мы пускаем змейку. То есть по паравертебральным мышцам, от самого крестца они идут вдоль всего позвоночника, слева и справа, до шеи, такой валик. Этот валик, вот, примерно такой вот, демонстрационный материал, в виде змейки, мы разминаем пальчиками, вот так вот растягивая его в разные стороны. Проходимся, соответственно, все наши движения идут снизу вверх. Вот мягко, вот так вот мы его размяли. Вторая вибрация. Это вибрация, ну, назовем ее ольха, сбрасывают листья. Когда у нас рука прямая, как дерево, и за счет движения пальцев, поднируйте сейчас камерами, пока я это делаю, мы запускаем волну в тело человека, даем ему импульс. Вот, нарисую ее вот так вот, вот растрясли, растряхивание такое. Ну, давайте так вот напишу, значит, это два, а, а, ольха, а, сначала змейка. Змейка, ольха, кивок. Кивок, это когда мы из руки делаем инструмент, опять прямая рука в тело человека, да, 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 вот на пальце вот так вот давим, а своей рукой, своим телом прогибаем. Воздействуем, соответственно, при этом на реберно-поперечные сочленения, с поперечными отростками позвонков. Вот так вот, методом декомпрессии, то есть тут уже включается, вот в этом случае уже включается декомпрессия. Я ее нарисую вот так вот, туда, туда, в тело, в тело, в тело, в тело. Наше воздействие идет, соответственно, под 45 градусов вниз и под 45 градусов вперед, но вдоль позвоночника. Следующее воздействие, это у нас вытяжка. Вытяжку мы делаем с утяжелением. Проходим сбоку и уводим, это делается медленно, с большим упором, вводим лимфу в подмышечную зону. Вторым, видно там, вторым проходом мы идем, ну, все зависит, конечно, от объемов тела человека, кому-то достаточно одного прохода, да, кому-то три прохода надо будет сделать. Вторым проходом мы выводим медленно опять все сюда, в подключичную зону. Обязательно заворачиваем руку на эту сторону, потому что у нас, во-первых, лимфовый канал находится спереди, да, а во-вторых, трапетивидная мышца, она загибается и крепится к ключице. До половины ключицы она вот доходит, с этой стороны крепится. Так, это выжимка. Четвертое, это подстукивание позвонков, как бы пальчиком мы под каждый позвонок подстукиваем. Все наши позвонки должны, ну, ассисты-отроски в данном случае имеются в виду, ассисты-отроски, да, вот как пальцы вот они, как вот в буратино, мы делаем у нас такой, да, они должны быть на одной линии. Но часто у людей они как-то ротированы, повернуты, сдвинуты бывают, да, и мы вот их лишний раз подстукиваем в каждый, пытаясь расшатать, чтобы они потихонечку встали на место. Делаем это большим пальцем. И с другой стороны мы этим большим пальцем делаем диагностику, проводя между паравертибральной мышцей вот, и ассисты-отроска, да, вот между ними. Вставляем вашу палец, и подушечки пальца очень чувствительны, и мы чувствуем, где там какая-то есть напряжение, да, где какой-то мышечный спазм, бугорок, жировик, там, может быть, смещение позвонка, да, может, ну, в общем, диагностируем. Опять же напишем диагностику пальцем. Ну, такая быстрая, чтобы нам просто понять, с чем, с какой областью потом в дальнейшем будем работать. И пятое, это вибрация качания. В данном случае мы делаем все вибрации в разных направлениях, в разных координатах, да, чтобы побольше, по-всякому, растрясти, раскачать межпозвонковых вот этого сошленения. Вот эта вибрация, она у нас также обнимает тело человека с противоположной стороны, да, она соединяет все вот эти три последних, что мы написали, выжимку, диагностику пальцем и вибрацию и качание. Качание мы раскачиваем тело человека своей рукой, да, при этом оно ходит ходуном, вот так вот, при этом большой палец упирается в позвонки и их подбивает немножко, сразу же подушечку пальца диагностируют, делаем это с утяжелением. И это очень похоже на выжимку, та же самая выжимка. Доходим до финала. Это наше первое глубокое углубление в, ну, переходим к глубокому разминанию, да, и как бы подсказываем тело человека, что вот мы начинаем уже работать глубоко. Многим это больно бывает в этом месте, да, ну, соответственно, спрашивать у человека, так комфортно, нормально, там где-то можно ослабить хватку, а кому-то наоборот прям можно палец вот внедрить прям поглубже. Качание происходит, соответственно, ну, вот в каких координатах, вот у нас есть Декартовый координатах, да, это вот. Это, как правило, вверх, вбок и куда-то вот в сторону, да. Соответственно, мы запускаем волну, либо вот в этой плоскости, либо вот в этой плоскости. А вот эта вот вибрация качания, это получается у нас координаты цилиндрические. Это есть ось, ну, ось позвоночника, да, и есть некоторый вектор. От этого вектора мы качаем позвоночник, раскачиваем туда-сюда, туда-сюда. Ну, чтобы вы понимали разницу. То есть раскачиваем тело человека по-всякому, как можно больше и как можно чаще. У нас эти вибрации будут включаться еще и в остальные виды наших массажных воздействий на человека. Соответственно, переходим к сету 2. Мы показали, что дошли до глубокого разминания, да, и разминаем теперь не общую часть, а частично, локально, лопатку. Лопатку и плечо. Это вот зона 1, там где сердце. Разминаем, значит, как? Сначала растираем мышцы, тут идут веерно от кончика, это карминального отростка, веерно, вот, по всей лопатке и переходят в трапецию. Соответственно, вдоль, поперечно растираем. Каким способом? Достаточно быстро. Все наши трения, они быстрые. И должны быть шероховаты, и слышны, должен быть звук. Таким образом, кинетическая энергия трения переходит в тепловую энергию. Тело разогревается, повышается гиперемия, это очень хороший показатель. Туркер кожи отлично, как я обычно говорю людям. Трофика ткани в норме, коробращение хорошее. Параллельно движется. Потом ладонями растираем. Потом одна ладонь раскрывается, вторая ставится на ребро, и он, как бы, валик под катом, уже такое промежуточное растирание в разминание переходит, промежуточное. Все делаем очень быстро и энергично. Далее мы подключаем все наши предплечья. И, соответственно, успеваем захватить еще и шею. По шее очень удобно сделать еще процессор роллинга, когда у нас рука ходит с прокрутком, прокручивается. Так, это напишу. Первое получается. Растирание, разминание. С роллингом. Локтем уже начинаем разминать. Также теперь разворачиваемся и поперечно этим мышцам проходимся, разминая всю часть. Доходим до ягодиц. Ягодицы также разминаем. Соответственно, сначала крестец и поясницу. Теми же самыми способами. Одной рукой, ладонями. Одной локтем, другой открытой ладонь. Двумя локтями. Всеми способами. Тут мышцы идут вверх, вот в эту сторону. Соответственно, мы получается разминаем продольно этим мышцам, потом поперечно этим мышцам. Растерли, разгладили. Подготовили все участки нашего тела, все сегменты, к дальнейшим более жестким манипуляциям. Более жесткие манипуляции начинаются с кулаков. Здесь вот мы лопатку приподнимаем за две зоны. Раз приподняли. Второй раз приподняли. Вот за вот это место при приложении усилий. И третий раз за вот это место. Приподняли несколько раз кулачками, да? Растрясли, отпустили. Лопаточка, она как бы вытекает, падает мягко на стол. Соответственно, это нам сигнализирует о том, расслабился человек или нет. Прилипли ли мы на лопатку или нет. У некоторых, прямо вообще невозможно оторвать плечо или лопатку от стола. Прям как будто туда впечатался человек. Далее мы эту лопатку прорабатываем методами какими? Лапа леопарда. Это, соответственно, вот, ну, прежде всего, это вот сжимаем, да? Такие щипковые техники. Как лапа леопарда делается? Поджимаем, ну, будто бы вот кошачьи, да? Убрали свои коготки, пережали к подушечкам своим. И они не разжимаются, они так остаются. Работают вот только вот эти части. Также, следующий процесс, это шестеренки. Прокручиваются пальцы, вот так вот. Пока смотрите видео, потренируйтесь. Следующий процесс лапа леопарда используем. Это куриная лапка гудвина, так называемая. Куриная лапка гудвина. Все пальчики вместе у нас, да? И мы в тело человека впиваемся, и они расширяются. Расширяются, большой пальцем в сторону отодвигается. И все эти тоже вот были вместе, расширились. Вот такой вот процесс. Потренируйтесь. И еще раз, как мы используем, это просто растирание. Растирание с утяжелением. Соответственно, растерли здесь, шестеренки сделали. Шестеренки очень хорошо вокруг любых округлых объемов тела. Например, вокруг плеча, вокруг ягодицы, вокруг шеи. Очень хорошо, очень удобно они там используются. Давайте напишем все эти приемы. Лапа леопарда. Куриная лапка. Шестеренки. Ну, растирание, не знаю, и так, в принципе, понятно. Напишем, ладно, растирка. Проделают все с лопаткой, да? Перешли на ягодицу, сделали все то же самое с ягодицей. С ягодицей еще как мы работаем кулаками. У нас рука переходит в кулак, да? И мы кулачками ягодицу разминаем во всех направлениях. Ткани растягиваем относительно друг друга. Сжимаем и разжимаем. Во всех направлениях, хаотично. Все это проделываем с ягодицей. Потом включаем в ягодицу три прохода. Вот здесь есть гребли подвздошной кости, есть вертел, большой вертел, бедренные косточки. Вот, соответственно, ну, она, конечно, внутри кожного покрова, корня покрова у нас сильно символизируется. Пусть будет женское бедро нарисовано. Вот. Место крепления мышц находится ниже этого гребня и вокруг, соответственно, вертелы бедренной кости. Вот эти все мышцы мы проходим. Первый раз шестеренки. Три прохода. Второй раз мы делаем выжимку костяшками кулака. Прямо жестко. Третья ягодица. Ну, в принципе, понятно. Это то же самое, что мы делали. Просто направление покажу. Выжимку делаем, значит, в этом же направлении. Несколько проходов. Раз. Два. Три. Потом вибрация. Вибрация кулаком. Это, соответственно, мы вибрируем вдоль теперь этих мышц. Вдоль роста этих мышц. Тоже проход делаем. Раз. Два. Три. Насколько получится, да? По крестцу. Четыре. Делаем это кулаком. Вот так вот. Достаточно жестко. При этом обязательно делаем еще упор в противоположное ведро. То есть, вот тут мы еще сделали второй рукой противоположный мощный упор. А этой рукой жестко, так глубоко достаточно проходимся по ягодицам. На крестце заканчиваем этот наш процесс. Тут наши пальцы, не доходя до позвоночника, на позвоночник давить нельзя. Но мы разжимаем пальцы, и наш кулак получается, раздвигает костяшки пальцев, в которые очень удобно укладываются остисты от русских позвонков. Ну, какие вам удобно, в принципе, между теми пальцами и вставлять остисты отростки. С своим утяжелением мы еще раз вибрируем вдоль этого позвоночного столба, не мелкой такой дрожью, да, а так сильно раскачиваем, чтобы нам наша задача раскачать соседние позвонки, раскачать сегменты позвонков. То есть, это мы делаем уже вдоль всего позвонка, вверх, соответственно. Идем вверх, снизу вверх. После этого прорабатываем точки. Так, ну, точки тут получится нарисовать. Точки покажу тогда здесь. Вот, здесь есть короткие мышцы, крепления, подвздошно-крестцового сочленения. Вот, посмотри на камеру, вот тут они, в принципе, нарисованы. Вот здесь коротенькие такие связочки, коротенькие мышцы, они буквально вот шириной, там, с палец, сантиметр, примерно полтора сантиметра. Вот, отдельно мы их прорабатываем, да, вот эти сочленения. Массируем межостистых отростков самого крестца. Крестец – это пять позвонков сросшихся, да, но все равно у них остистые отростки остались. Прожимаем точку вот здесь вот, часто тут вот мышцы, здесь короткие, они бывают спазмированные. И, соответственно, поднимается, поднимается та жевая кость выше и укорачивается нога. Чуть-чуть она становится короче. Простукиваем ее молоточком. Ну, давайте вот, напишу просто. Крестцова. Так, что-то. Под. Сочленение. Так, что мы там делаем? Разминаем мышцы. Мышцы. Простукиваем молоточком. Молоточки. И прожимаем точки. Молоточек – это, соответственно, вот мы сжимаем большой палец, да, и вот по одной косточке, по этой стучим сверху. Ну, так, кость одна, тут, в принципе, ломаться нечем. Простукиваем вот эти вот места. Если человеку больно, да, или у вас ноготь мешает, да, то можете распрямить палец, и тогда стучим вот этой косточкой. Простукиваем вот эти вот места. Точки прожимаем какие? Вот нижний крестцовый позвонок, он такой раздвоенный, да, вот здесь есть точка. И под ним точка, где крепится крестец. Вот раз, два, две точки. Эти точки очень хорошо стимулируют половую сферу. Мужчины особенно заряжают энергетикой, чтобы была потенция. Далее, у них же, у позвонков также остались поперечные отростки, да, между которыми находятся выходы нервных радикул, они называются, нервных корешков. Вот их тоже прожимаем, соответственно, четыре, да, прожимаем потом над косточкой. Вот где вместо вот этой косточки, там нету мяса, как бы, вот если вы видите, так мелко, она вот как бы открыта, оголенная. То есть вот эта самая гребень, ость воздушной кости, она оголенная, поэтому там вот эта ямочка чувствуется, да, где мышцы начинаются. Они как бы эту ямочку огибают вокруг. То есть вот над этой ямочкой находится сам гребень. Вот сам этот гребень мы теперь прорабатываем вибрационно, уходя над ним, по нему и по месту крепления мышц. Все в сторону, отводим в паховую сторону, уводим нашу переработанную лимфу, ну там продукты распада клеток и так далее. Сет три. Продолжаем работать кулачками, но теперь со всей этой стороной. То есть мы разжимаем кулачками паравертебральную мышцу от остистых отростков, отодвигаем. Снизу вверх опять же идем, одной рукой, второй рукой, одной рукой, второй рукой, одной, второй, туда-сюда. Представляем, что это мы открываем ключи шлюзов будущих, да. Вот мы как бы чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, ключики эти открыли. Далее запускаем вводы из шлюзов. Всегда у нас в этом плывании первая рука ведущая, она открывает шлюз, вторая спускает вводы. Мы костяшками, плотно прижав к боковине человека, отводим все наши жидкости переработанные туда, вперед, к паховой и подмышечной зоне. То есть первое получается. Ключи шлюзов. Второе. Открытие шлюза. И спуск воды. То есть открыли, спустили. Открыли, спустили. И подключичной зоне тоже. После этого мы резко и быстро растираем всю эту зону, лапу леопарда. Быстро проходимся. И вибрируем кулачком вдоль паравертебральных мышц. То есть вибрируем вот так вот, вверх. Снизу вверх. С утяжелением. С утяжелением проходимся снизу вверх по паравертебральным мышцам. По ребрам мы утяжеление не делаем. Там просто будет болезненно. Паравертебральные мышцы примерно сантиметров семь занимают. Шлейф удел. Размяли. Растянули боковину. Опять же, ну, давайте назовем этот прием. Двойной кольцевой захват, как из классики, да, когда мы вот так вот разминаем. Только у нас он жестче делается. Он делается лапой леопарда. Мы разминаем вот так вот. Разминаем несколько проходов, соответственно, делаем. По боковине и посередине. Два прохода. Это пятая. Так я ее назову. Двойной кольцевой захват. Все. После этого у нас работа с кулачками как бы завершилась, да. Мы, как я вам уже говорил ранее, мы ведем от простого к сложному, от поверхностного к более глубокому и от общего к частному случаю, да. И так у нас построено все обучение. И так у нас построена работа с каждой зоной человека. Как и целиком, со всем телом, да, так и локально, с какой-то областью. Поэтому переходим еще к более глубокому разминанию. Тут у нас включаются локтевые техники. Шестое будет. Так, первое. Это мы гребень подвздошной кости. Который, еще раз напоминаю, он идет чуть выше. У женщин еще гораздо выше, чем у мужчин. Там примерно сантиметров семь-восемь над местом крепления ягодичных мышц. Мы пробиваем его кулачком, локтем, то есть, локтем прямо в этот гребень. Мы должны идти стучать не в него, по кости будет больно стучать, и не в мясо, которое ниже, да. Мы должны стучать сверху, над ним, как бы накатывая ткани тела чуть-чуть на него, через такой буфер небольшой. Простучали, отодвигая его, как я вам уже говорил. Вот эта точка, L5-S1, да, это у нас камень преткновения, где соединяется позвоночный столб с тазовыми костями, да. Соответственно, все, что находится выше этих точек, этой точки, да, мы растягиваем вверх. Все, что ниже, все кости и опорный аппарат, мы растягиваем вниз. Локоть возвращается обратно, да, и мы теперь делаем спирилевидное движение в сторону вверх, вдоль паравертербральных мышц. Наш упор получается, на самом деле, на крестцово, ой, на реберно-позвоночные сочленения. Вот тут они идут. То есть, что мы делаем? Еще раз повторю, для запоминания. Локтем, с большим упором, с упором, второй рукой, да, такое мощное, сильное давление. Мы проходимся по этим паравертербральным мышцам, пропускаем нажатие, где точки плавающие ребра, а вот где пошел кифос спиной, да, делаем достаточно сильно. Вращение получается вот с этой стороны, по часовой стрелке, с этой стороны по часовой стрелке. Потому что наше движение, которое рядом с позвонками, все-таки должно быть дико. Ну, соответственно, еще раз повторю, чтобы вы понимали. Начинаются ногтевые техники, да. Вот мы первое. Это было подбитие подзвышно-костей, да. Вторая техника. Мы декомпрессионные спиральки вот такие рисуем по паравертербральным мышцам. Это достаточно остро получается, серьезное давление за счет рычага двумя руками. Поэтому идем именно по мышцам, не по ребрам. По ребрам будет больно. С этой стороны получается по часовой стрелке спиральки, с этой стороны по часовой стрелке. Почему мы так делаем? Потому что, во-первых, декомпрессивуем каждый оси с отросточек, да, этим движением вверх. То есть нам надо вверх. А над оси сом отростком, вот видите, позвонок находится, вот он такой. То есть примерно на ширине двух пальцев, на высоте двух пальцев, находится его поперечный отросток, да. Наше давление идет в поперечное реберное осуществление, вот эти вот, да. В этот момент мы можем даже сделать немножко побольше нажатия, кивок такой, вот туда. Ну, это только грудного отдела касается, внизу просто будет больно, да. Еще дополнительно разжимаю, уже может быть слышен хруст в этих местах, траст. Вот я изобразил такие спиральки здесь. Вот это линия зеленая, да, точечки зеленые. Это вот реберно-позвоночное сочленение. Следующий проход делаем точно похожий. Спиральки напишу. Спиральная декомпрессия. Спиральная декомпрессия. Делаем побольше. Просто вращение больше захвата у нас областей. И выходим вот сюда. Соответственно, смотрите, некоторым людям достаточно острым локтам, да, они прям просят, давай, давай, поднажми, да, 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 вот эту точку, еще сильнее. Это не зависит от комплекции людей, это зависит от того, насколько у него там сильный спазм, или насколько у него болевый порог, низкий или высокий, да. Ну, вы контролируете людей и спрашиваете, так достаточно сильно, да, или там комфортно, некомфортно, он вам подскажет, да. Тогда вы можете угол нажатия поменять, не локтем, а острием, да, давить, а вот между этими двумя косточками, получается, вот этой частью, да, мы делаем эти спирали. Либо еще сделать по площади вот этой плоскостью, вот такой вот треугольничек получается, да, то есть вот этой плоскостью мы обрабатываем эти места. Так, дошли до верха, назад возвращаемся просто плавно вдоль параллельцебральных мышц, плавно назад. Далее, наше следующее движение, мы переходим наверх и, где осталась у нас рука, где мы закончили, да, делаем прием рубанок. Так, это, соответственно, наш локоть разворачивается от острия горизонтально, получается, вот действительно движение похоже на рубанок. Мы натираем, растираем вверх-вниз, всю зону вместе с ягодицами. Три-четыре прохода делаем вдоль всей спины. Сюда и сюда. Восемь рубанок. И этим же рубанком, ну, в принципе, как держать руку, можно так держать, да, можно так держать, так, в общем, тут, по сути, неважно, как вы делаете вторую руку, это вообще неважно. И продолжение рубанка, мы растираем отдельно большие области, ягодичную, там, где крестцовые и косые мышцы, да, потом широчайшую мышцу. И лопатку вместе с трапециевидными мышцами. Это я покажу вот такими большими стрелками. Раз, два, ну, туда и обратно, на самом деле. И сюда, и сюда. Широчайшую и лопатку. Вот. Соответственно, наш локоть разворачивается, да, на игризах в эту сторону, вынесен, смотрит. На широчайших смотрит горизонтально, ну, в смысле, параллельно оси позвоночника. И там, где шея лопатка, мы разворачиваем ее вверх. По диагонали вверх она идет вот так. Растягиваем большими, такими, большими энергичными движениями. У нас движение включается все тело. Всем телом мы работаем, заряжая потенциальной энергией тело нашего человека. Вот. И после этого мы переходим к... Ну, вот, закончили сверху, опять снизу вверх. Все это сделали. Это все вместе вот рубанок называется. Ставим теперь руку, вторую, параллельно первой руке. Вот у нас тут получается... Давайте будем использовать вот так вот. Это кулачок. И вторая рука тоже, вот кулачок. Растрясаем все его тело. Нет, пока еще не растягиваем, мы к этому поближаемся. Растрясаем все его тело параллельными движениями, да, перпендикулярно оси позвоночника. Дополнительно проходим все, все вместе, да, это будет. Параллельное раскачивание. Упираемся в итоге в крестец и подвздошную кость, вот так вот под углом у нас получается одна рука идет. Вторая рука идет вот здесь, локоть. И раскачиваем теперь его позвоночник асинхронно, выкид двигаются асинхронно, вот так вот. Ну, получается, снизу вверх. Асинхронно, раскачиваем. Третья рука, вот мы уже практически подготовили к мощнейшей декомпрессии. Теперь берем оба локтя, опускаем ниже, ну, то есть в противоположной стороны, да, ниже асинхронно, туда. Упираясь теперь, вот кости я рисую зеленым цветом, в подвздошную кость, вот здесь наше давление было. Первый раз было в крестце, второй раз на подвздошную кость. И вторым локтем, то есть один локт у нас остался на месте, да, а вторым локтем, который ближе к черепу, делаем мощное движение растягивающее. Вот такое. И при этом, там, где мы чувствуем, что где-то есть зажим, блок, да, мы можем дополнительно, ну, при этом наш вес переходит на рабочую руку. То есть все, что ниже точки, ну, камня преткновения, да, мы тянем вниз. А то, что выше, мы вот вес, вес туда своего тела перенаправляем, растягивая, декомпрессируя. И где надо, еще дополнительно прижимаем и добавляем качание головой, как маятник. Даже вот я иногда в плечо вот так довожу своей головой, чтобы еще дополнительно продавить. Тут можно услышать как раз очень такой приятный хруст, так, трык, трык. Ну, у кого-то много, у кого-то мало, да. У нас, в принципе, нет цели такой, самоцель глобальная, чтобы обязательно что-то хрустнуло. Растянули, это уже достаточно, это уже хорошо. У кого-то больше хрустит, у кого-то меньше, у кого-то организм подготовлен, у кого-то больше забит, это неважно. Ну, как правило, после этого люди говорят, ооо, ты как каток прошелся. Вот это, кстати, называется движение каток. Прием каток. Ой, у меня это все встало на место, там прям кайф такие. Клиенты обычно радуются. Вот, и закончили этот прием и сделали лодочки. Вообще-то, я немножко перепутал. Это как раз вот перед этим лодочки делаются. То есть, дополнительно мы растянули. Между подвздошной косточкой, да, и плавающими ребрами находятся квадратные мышцы. Мы в них внедрились, то есть, относительно позвоночника, да, это вот у нас вот причал. С той стороны сейчас начнется регата на яхтах. Внедрились ладонями, да, и раздавили, разжали их, и под большим давлением вот эти косточки мы растягиваем. Просто медленно тянем, ну, кому-то как, там, секунд 10-20. Дальше мы переходим, ну, плавающие ребра тоже пропускаем, вот, в основном, на этих ребрах, да. Такие кончательные движения, как будто бы забиваем клин и расслабляем вот эти вот яхты, лодочки вдоль причала. В основном удар идет вот эта косточка мизинца, да, то есть, в основном, такое короткое движение, кивательное, кивок. Это вот лодочки. Четвертое – это регата. Развиняюсь, разошелся слишком крупно. Пятое – что такое регата? Это мы уже всеми локтями внедряемся в тело человека, расширяем его декомпрессивы дополнительно. Делаем сначала, условно, вот этот чай делим на 4 прохода. Раз, два, три, четыре, тот вместе с плечом, с шеей и трапециевидными мышцами. На плече. Потом делим на три части, потом на две части, на одну часть и постоянно декомпрессируем. Можно подключить к этому движению еще ладони свои, дополнительно вот растянуть ему еще и боковые мышцы. И вот после этого у нас организм уже подготовлен к, то что я до этого сказал, каток. Техника называется каток. То есть вот лодочки мы вот так вот растянули, дополнительно его разжали. После этого каток и услышан хруст. Подошли мы теперь к отдельной локальной зоне, лопатка. То есть я гоницем тут проработали, да, теперь вот лопатка. Прожимаем мышцы кулачком. Это вот, где закончили локоть, там он остался. И каждое наше следующее движение, это продолжение предыдущего, да. Под этот локоть теперь мы подводим наш кулачок с вибрацией, расшатывая трапециевидные мышцы. Вторая рука лежит на крестце, подхватив, вот с той стороны, за локоть. Вот, эта рука у нас управляющая. Она поднимает локоть, если нам надо проработать спереди плечо и малую грудную мышцу, да. Она опускает локоть, если нам надо проработать лопатку, то есть лопатка раскрывается, да. Она оттягивает локоть назад, если нам надо проработать трапециевидную мышцу сверху. То есть она управляет. Ну, первое, мы подняли лопатку и проработали эти мышцы, и разжали лопаткой, раздавили, как бы вот, давление идет сюда, снизу, разворачиваем лопатку, да. Таким образом мы растягиваем зубчатые мышцы, крепящиеся к ребрам, в эту сторону, потом в эту сторону, через плечевую кость, кстати, снизу захватываем за плечо, за верстик плеча. Вот, разворачиваем, растягиваем, соответственно, ромбовидные мышцы, они вот так вот, подиагонали. То есть, шестое, растягиваем лопатки. Седьмое, опускаем локоть туда, раскрыв лопатку больше. Ну, вы видите, вот я лопатки рисовал, они как бы идут вниз. Когда мы поднимаем локоть, она уходит назад. Тут вот прям тут нарисованность, она развернулась, видите. Но мы ее еще больше раскрываем, опуская плечо и локоть вниз. И таким образом мы имеем возможность проработать вот с этой стороны все трапециевидные мышцы. Опять же, локально разогреваем, растираем, да. Потом кулачками проходимся, потом локтем проходимся. Локтем те же самые спиралевидные движения делаем, как и здесь. И опять же в том же самом направлении. Снизу вверх спиральки должны к позвоночнику декомпрессионно подходить. Далее, закончив такую жесткую проработку, прожимаем точки. Раз, точка. Два, точка. Уголок лопатки, точка. Вот вдоль лопатки, точка. И вибрационно вставим пальцы под лопатку, да. А сами за локоток, вот так вот покачивая слегка человека. Ну, мы с той стороны находимся. Покачивая его слегка, лопатка шевелится, и она сама себя, получается, массирует, обжимая наш пальчик. Так, точки. Покачивая лопатки. И девятое, это мы прорабатываем непосредственно, давайте я смотрю, чтобы вам было понятнее, непосредственно прорабатываем всю трапециевидную мышцу. А трапециевидная мышца у нас растет как? Вот снизу, от 10-12 позвонка, она тянется вверх. Здесь вот есть ромбовый такой сухожильный ромб, дальше сверху идет, и вот оттуда. То есть она вот таким вот, таким веером получается, вот тут лопатки. Прорабатываем вибрации кулаками, кулачками, вот этими костяшками, вдоль этих мышц. То есть идем, соответственно, тут снизу вверх по диагонали, тут меняем угол диагонали, тут прямо идем, тут сверху вниз уже идем. Сверху вниз идем в области шеи, помните, это зона 2 уже, то есть к сердцу. Прорабатываем ее, напишу вибрацию кулаками. Все, на этом можно сказать, что если вы там шею не включаете, да, в массаж спины, голову не включаете, то в принципе вот этого достаточно. На этом заканчивается массаж спины, и в окончании мы опускаем руку, естественно, назад, и окончание, давайте напишу, финал. Финал любой зоны, общей какой-то зоны, да, или какой-то частичной, мы заканчиваем всегда одинаково. Это, соответственно, простукивание, похлопывание, потряхивание, и вибрация. Ну, конкретно имеется в виду вибрация, в чем заключается? Ну, это такое встряхивание. Похлопывание, соответственно, ладонями делается, да, постукивание там кулаками, пальчиками, этими ребрами пальцев, трещотка, такое движение, как трещотка, получается. встряхивание, это мы захватываем какую-то мышечную группу, да, встряхнули ее и протянули вниз. Встряхнули, и протянули вниз. Встряхнули, ягодицы и протянули вниз. Почему я это, как бы, отдельно написал, да, как бы, вот, зеленый, как, следующий элемент. Вот, тут тоже напишу, что тут началась работа кулаками. Потом дошли до локтевых техник, проработали локтями, да, и в финале мы все движения делаем, если до этого делали вверх, все, да, по этим стрелочкам показано, то в финале мы опускаем успокаиваем человека, даем ему расслабиться, и если у него там могло подняться давление, то таким образом мы еще и, да, снимаем давление, стабилизируем, вернее, давление ему, и можно полежать немножко. Аминь.